Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 213. События дня. 2 Фессалликисом 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 12 июля 2016 года. Далее посмотрите то, что просят распространить. Мы поставили тут громадную беду допустила патриархия. Умышлено пошли на это разрушение. Поставили вот этого человека. Теперь разоблачает. 20 лет пудрил мозги, как говорят. Травил людей друг против друга. Совершенно видно неверующий. Масон. Похоже по всему. Разрушение православия. Как они тут разные. Иринея Леон, Скотоносибирский. Он все ходил. Слепцы. Не видят ничего. Хоть бы один духовный был. Ни одного. Ни в одном миссионерском отделе никто его не обличил. Никто. Это еще раз показалось. Все миссионерские отделы, слеты. Это фикция. Это обман. По духа святого подделывается. Липовый, шарлатан и прочее. Юрий Соболев пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Не знаю, есть ли у вас возможность ответить, так как и сам здесь почти в таком же весьма ограниченном режиме. Вопрос такой. Почему в Откровении 5.6 Агнец стоит, а не сидит? Дэй Щедровский пишет, что Агнец находится в Сидящем Всевышнем на одном месте престоле, но не сливаясь с ним, стоит. Верно ли такое толкование? Ну, что на это ответить? Словами Арсения Великого. Если бы он спросил меня, как избыть грехов, полюбить Господа, я бы ответил, а у меня этого опыта нет. Сливается, не сливается. Кто он такой Щедровский? Ему это надо? Ну, когда говорится о том, что Стефан, говорит, видел стоящего Иисуса, это побивали камнями. Отсюда делает вывод, что Господь приветствует его почтение, ну, как царь встает с кресла, с престола своего. Вот и все. А это одно, сливаясь, не сливаясь, даже думать, и то страшно, кощулство. О чем рассуждают? Больше не о чем. Такие вопросы даже и ставить не надо. Но я поставил, показать, чем занимается. Вот Щедровский, кто он такой? Чем он занимается? Как работает? Если человек верующий, он никогда вопрос этот не задаст. Никогда. Ни Златоуст не ставит вопрос. Не Андрей Кесарик и Падокийский, архиепископ, толкований Преем Сирин, Иероним Стридонский. Перечисляя всех святых отцов, никто этого не ставит вопроса. Это означает праздность, и праздность не от Бога. Умом в такое вторгаться, сливаясь, не сливаясь. Я тебе еще молоко с водой. Китайский ученый говорит, 20 лет исследовал молоко и воду, и нашел, что молоко лучше воды. Ну, действительно так. А то это... Просто боюсь сказать. Человеку этому. Вот вчерашний день у нас был. Он совершенно в деревне необычный. Еду в храм. А тут выезжая из лагеря, идет Люба Минаева. А у ней гуся-то, 20 гусят, было 22, уже двоих нет. А они вплотную прошли уже там, ну, неналеко от... Вот, где купаемся. А там не разрешено гусям. Но это маленькие гуся-то, и в другой стороне... Я подумал, что, ну, можно там, по бокам туда сойти, трава. И они не пришли. Они не могли найти дорогу. И она их не нашла. Я сразу в храм не поехал, а погарнул в другое место искать. Их я их нашел. На две группы они разбились. Потом Володя пошел там, прокосил дорогу. И чтобы они здесь заходили в деревни. Называй Матушкин пруд. Пруд этот мой. Я нанимал бульдозера, и больше тут никто не участвовал. Деревья выпиливало с гостями. Лично мой пруд этот. И вот на нем я имею право разрешить гуся держать. Если бы купались раньше, тогда нельзя. Ну, как вот куриный, это гусиный помет. Я ей сказал здесь сделать проход туда. И мы здесь берег по логе. Видите, какие вещи маленькие. Потом поехали на свое место, на Южный пруд работать. Жара. Во-первых, после службы уже пришли пообедали. Делали 12. И мы на работу только выдвинулись. И Роман Малыш на своей машине ребят повез. А я на велосипеде пришел. Выпросили еще один раз эту пилу. Механическую, там она не узкая какая-то. У Алексея была. Он дал еще нам. Но предупредил, если сломаете, купите новую. Ну, согласились. А пилить только кусты. Кусты. Так, толщина самая большая, щепоть. Вот четыре пальца сложить, вот такое. Ну, а мы начали то, что уже до этого были деревья убраны. Там разбирать. Куда сучки, куда угодно, на дрова. Жара палит. А это же как болото. Воздух такой насыщенный. До того тяжело. У меня сердце прям готово выскочить. Колотится. Весь потом обливаюсь. Ну, и дал сигнал. Ребята недалекая. Говорю, братья, зайдите сюда. Там пенек такой гнилой. Не пенек, а дерево на боку. По пейке воду-то. А на мне лица нет. И они тоже приняли решение меня отправить домой. Хотели на машине отвезти. Нет. Я говорю, я с велосипедом как родился будто. Ну, и пошел. А их оставил здесь. Пришел тут. Помылся. Володе сапоги. Резину, чтобы все заменили на такие кирзовые. В сапогах жарко очень. Воды там уже нет. Вот вообще работа такая. Мелкая идет. Но она идет. Они там работают. Детям уже маршрут назначили. Они проголосовали на ягоды. Володя поведет. Маленько ошибся. Презо второй раз идти. Брали там, где мало. А где больше не дошли. Ну, не знал, куда везти-то детей. А потом вечером еще сходят на малину и клубники. Пойдет. Малины, кажется, мало. Я на разведку съездил. Не сидел. Хоть меня и уволили. На полдня. Дальше. От комаров выдвинулись там, пообедали. Долго собирались они. От меня легко избавиться. С человеком, если я беседую. И вижу, что он не расположен. Я сразу отхожу. Все. И здесь тоже. Сначала, в первую очередь, мальчики пока были накормлены. А потом, ну, мужчины. А потом девочки. Женский пол. И на все, про все с 4 до 6, 2 часа. Да ты куда догодиться-то? Я в это время прошел по зарослям здесь огорода своего. Взял большой нож, тесак такой. Как мы считаем. Там, что там, как называют, правильно нет. Вот, порубил под корень репей. Обошел вокруг у коров, у овечек. Там расправился. Пришел, нет. Бочку закачал, нет. Все. Время истекло. И в это время заявляется. Володя. Мы вот собрались. Нет, ребята, уже без меня. Те, которые так отстают, я не могу ждать. И все. Уже я не пойду. Вы меня вышибли из графика. Ну, он их и повел. Прошло время, сколько я тут занимался. Сейчас проходит. Я в лагере их нету. Я снова на велосипед. И поехал туда, где они пошли. А дорога после дождя, Белоруссия. Дорога-то не такая она там. Колея. Колея уже выбита. А они пошли. Я говорю, там клен бурей свален был. И надо убрать дороги. На дорогу наклонился, а вот в другом месте. А у нас инструмент весь где-то хранится в другом месте, где работают. Ну, есть дорожная пила. Видите, какие работы. Они это все убрали. И обратно шли, помолились. И это все будет поставлено. Мы везде снимаем. Это интересно просто. Увидели дети меня. Бегут. Каждый дает ягоды. Вот я с ними делюсь. И как в детях это отражается. Вот над ними строго вроде бы все. А как увидят где-то, никто же не посылает. Ну, люди не понимают этого. Они со всех ног несут. Ну, маленькие, пятилетние девчонки-то. Чего бы они лицемерили-то. Сами смеются. Сует каждый там свою ягодку даст. Ну, это же детская любовь. Даже в это не верят. Почему? Потому что он берег. Он злодей. И он по-другому не понимает. Да перед детской любовью что устоит. Немножко взял там у одного другого. Другая у меня возьми. Это расположение. Любовью платят на любовь. Они же это видят. Я их еще достану. Своим пингвинятом тащу. Еще бы не достал. Там ягоды редкие. Там вишенки вчера делил. Набрал их скорее к своим. Туда. Вот у нас такой день прошел в трудах. Игорь приехал из города. И мне Володя сообщил. Привез какой-то мешок. И там что-то. Чуть ли не пилу кто-то купил. Если здесь. То надо рассчитаться. А если неизвестно где. Тут не рассчитаешься. Пила. И похоже новая. Лежит. Что вы, так сказать. Выпрашиваете в деревне. И батюшка не раз говорил. Купите сами свою. Ну батюшка. Ну я понимаю. И у меня ко всем вопрос. К алтайским. Алтайский. Кто ближе всего находится. Ну к Кребрихе или где. Где найти экскаватор. С большим ковшом. Драглайн. Он как-то на тросу забрасывает. А потом к себе подтягивает. На тросу. Драглайн. Вот мы посмотрели. Где что делаем. Бульдозер. Когда все верхние слои снимет. То углублять надо именно. Потому что техника тонет. Дальше. А драглайн. Он на любую глубину может. На любую. Там метров пять копать. А остатки там где-то заилиться. Но будет рыбий. Где спрятаться. Я обращаюсь ко всем. Помогите. Дайте знать. Что-то не могу разобраться с этим. Ну а дальше уже связаться. Нанимать огромные деньги. Деньги нужны. А какие деньги. Пенсия. Шесть пятьсот двадцать три. Шесть тысяч. На что на это развернешься. А только вот это. Что нынешне делаю. Опять по прудам. Это обойдется. Я посчитал минимум. Только по прудам. Там еще доски по двести семьдесят примерно тысяч. Двести семьдесят. Не рублей. Но теперь решаю. Можно ли сделать. Делаю. Навантюру. У вас же денег. Нет. Ну Бог. Богу. Бог богатый. Богу. Корень-то ведь Бог богатый. Вот. Ну и что еще сказать. Я могу приоткрыть немножко. По скайпу. Сегодня. Это удивительно. Пащ. Ну еще нету. Здесь еще заходят. Заходят и матерятся. Вот такие. Ну вот как в флудах. Везде в разной наталкивают и матюгами. А сегодня что-то недосмотрели. Это уже на тринадцатое число. Долго тут с интернетом. Не мог. Дал сигнал. Сразу прибежал Никита. И оказывается что-то там то ли недоплатили. За два месяца вперед заплатил. А прошел только месяц. Как это может быть. Ничего не понимаю. Но Виктору сообщил. Виктор Савченко что-то быстро перевел. Там полчаса покрутились. И будто бы зашло. Вот. Теперь у меня открыт. Этот. Вот. Я сейчас покажу мой мир. Вот какая моя страница. Заходите. Но я там еще сейчас не делаю. Только показать. К истине 2. К истине 2. К истине 2. Плотную. Это писать мне письмо. Почта моя. Ну тут движение почти прекратилось. Ну как я ничего не выставляю. Не почти. А полностью прекратилось. Ну почта работает. И вот. Наш православный форум. Вот. Показать. Как он выглядит. Заходите. Регистрируйтесь. Пишите. 1592 темы. Огромный просто сайт. Ну и вот этот. Тут 5 тысяч. Наверное. 100 с лишним. Наших роликов. Вот я сейчас только выставил. Сейчас обновлю страничку. Посмотрю. Да. Ну что тут. Роснадзор. Проверка детских лагерей. Вот уже 8 посещений. 1. 8. По указанию президента Российской Федерации. Тут я запустил их. Они все проверяли. Были. Смотрели. И все против нас направили. У покрышки кастрюли. Нашли. Уронили. А внизу-то у нас железо рифленое на полу. И ударилась. Отлетела эмаль. Все. Крышка закрывать нельзя. Дети отравятся. Как отравятся? Чего? Тут уже нет. Я вижу не то. А медицинских книжек нету. 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 Мы все годы брали. Никакой роли не играет. Гонение. Остается гонение. Эй. Вместе с книжками всех подмяли под себя. Это никакой роли не играет. Вот где сейчас. Там в Абакане. Где утонули дети. Ни одна книжка. И не сберкнижка. Ничто не поможет. Господь отнимает защиту. И все кончилось. Мы на Бога надеемся. Мы христиане. И вот. Ну по порядку уже. Сколько прошло? 18 минут. 17. А посещение уже. Вот 10. Никита у жалоба. Слушается тут смотрит. 5-8. 9. 9 роликов. 8 роликов сегодня поставил. Посмотреть. Большие очень ролики. Вот. Сейчас 36. Это первое. Второе. Сейчас 12. Ну кто смотреть будет? Так. Единицы где-то подергает. Подергает. И на этом. На этот под замками. То, что и под замками. Потом я буду открывать это. Замки придет время. больше. И самое большое сокровище наше. Это наш сайт. Православный ибрейский сайт. Во свете Библии. Какие наши дела. События прошедшего дня. Это работа. Работа и молитва. Молитва и работа. Это образ жизни Антония Великого. Как Бог примет. Мы ни на чем не настаиваем. Привезли на еще ребятишек пятидесятников. Они рукой не крестятся. Отцы наказали их, чтобы этого не было. А у нас никогда и не заставляли. Но стоять как стоять. Руки держать не сзади. Но и стоять. Как все стоят, молятся. По-своему молиться. Ложи руки. Они никак не стоят. Ну ребятишки-то совсем. Там может лет по десять. Насилия никакого в этом вопросе. Сам он думает перекреститься. Но обезначение крестного знамени мы объясняем. Чтобы они слышали. Сегодня у нас уже среда. Только разговаривали, если на другой день пост. Вот тоже размышляй как. Как это так? Комарики залетели, залетели. Ну на этом все. Коротко. Сегодня рассматривать будут. Сразу идти на работу. Сейчас утром молитва. За водой придут. Ну и дальше еще с нами они тут будут делать. Не стоит еще один ролик. Как мы имитировали это. Проигрывали, если приедут. Что, как делать. И он ролик не выставлен еще. Но я постараюсь, чтобы дать его. Может быть днем выставить. Богу слава. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.